Благодаря государственной программе Новосибирской области владельцы крупных сельскохозяйственных предприятий закупили семена, удобрения, крупный скот и обновили парк техники. Сейчас полным ходом идет заготовка корма. Как помогают субсидии и какие проблемы испытывают крупные фермеры, расскажет Иван Деревянченко. С самого утра комбайн собирает урожай, которым будут кормить животных весь год. Первые 100 тысяч тонн сенажа уже заготовлены. Осталось еще 800. Такой урожай обусловлен обильными ливнями, которые напитали почву полезными минералами. Однако вместе с овсом растут и сорняки. Пока одна машина собирает посевы, вторая удобряет от вредителей. Главная задача – это увеличение посевных площадей. Мы работаем также по третьей госпрограмме. Это вовлечение в оборот ранее выбывших земель. Здесь у нас 21 проект. Это одна из задач. Вторая задача – это, конечно же, продолжать работу уже начатую по наращиванию объемов семян отечественной селекции. В рамках двух государственных программ Новосибирской области на развитие сельского хозяйства выделили больше 6 миллиардов рублей. Треть средств уже распределена на покупку оборудования для молочных ферм, племенных животных, а также азотных удобрений. У нас в этом году уже более 17 миллионов инвестировано со стороны правительства Новосибирской области в части поддержки. Техника приобретается и даже в малых хозяйствах мы видим, что идет обновление машино-тракторного парка. В этом году поголовья коров в Новосибирской области – 127 тысяч. Сейчас стадо выгуливают на свежем воздухе. Конечно, намного полезнее, чем стоять им все лето во дворах. Во-первых, они получают витамины, какие бы мы там ни хотели, но это естественные витамины получают они. Здесь выгулы, вы видите сами, они водичкой, сколько захотели попили, сколько погуляли. Кормят скот проверенными смесями трав. Сейчас площадь посадки отечественных семян больше импортных. В будущем производители планируют и вовсе отказаться от иностранных травяных сборов. Один тюк сена весит около 4 центнеров. За день корова может съесть около 20 килограммов. Травы смешивают с комбикормом, чтобы животное получило как можно больше витаминов. Привозим сюда, делаем бурт, бурт закладывается при помощи комбайнов. Консерванты используются специальные для лучшего сохранения качества, сенажат. Все сгребается, трамбуется, потом укатывается это день-два и потом закрывается пленкой. Консервируется определенное время и потом получается вкусный корм для коровок. Яков Бахман не понаслышке знает о сельском хозяйстве. Все детство провел в полях, помогал отцу. Сейчас в его владениях 22 тысячи гектар и несколько тысяч голов крупного рогатого скота. Есть и конюшни, где содержатся отечественные и зарубежные породы лошадей. Его команда – постоянный участник районных и региональных конно-спортивных соревнований, где неоднократно занимала призовые места. В прошлом году его предприятие получило около 75 миллионов рублей в рамках поддержки от государства. В этом году благодаря субсидиям обновить технопарк. Помогает где-то обновлять технику, где-то развивать животноводство, купить семя вовремя, рассчитаться за него. Заключаем договор на приобретение трех зерноборочных комбайнов. Два комбайна уже приехали на базу. Это плюсом к трем. То есть в этом году в связи с увеличением пассивных площадей мы докупили, обновили, так скажем, пятью комбайнами свой парк. В команде предприятия много молодых кадров, однако дефицит специалистов в связи с расширением территорий постоянно растет. В Новосибирской области для агрономов с высшим образованием, только окончившим институт и принятым на работу, предусмотрены единовременные выплаты в размере полумиллиона рублей. Со среднепрофессиональным – 350. В прошлом году благодаря такой программе нашли работу 52 человека. Иван Деревянченко, Евгений Агеев, Новость УТС.